Вспоминаем о том, что все мы люди-человеки. Мы люди такие, как есть. Иногда можем быть непредсказуемыми. А истина заключается в том, что совершенное Слово Божье может быть несовершенно принято, понято, истолковано или применено. Всегда есть место человечности, допускания плоти, и мы осознаем это. Поэтому мы должны оставаться смиренными. И мы должны следовать и соблюдать некоторые вещи, для того, чтобы наше сердце оставалось чистым и правильным. И тренировать свои уши, чтобы слышать Голос Божий. Еврейские авторы пишут, ваши уши становятся глухими и не слышат так, как должно слышать. Да, бывает такое. То есть, бывают вещи, которые мы можем делать, мы можем такое сделать, что поместит нас в то место, где мы нечетко будем слышать Бога. Мы должны всегда осознавать и понимать, что Бог рискует, когда Он высвобождает Своё Слово в нас и доверяет нам донести это правильно до другого человека. Это очень смиренный вопрос. Особенно, если мы делимся пророческим словом с кем-то, кто вообще с этим служением таковым не сталкивался. Потому что, когда они не слышали такого до этого, нас они будут воспринимать, как будто мы прямиком от Господа им говорим. И они отнесутся к тому, что мы говорим очень серьезно. Поэтому, если я буду говорить что-то кому-то, что им якобы Бог говорит, я должен быть, ну, очень-очень уверен, что я правильно услышал Господа. Я хочу говорить от сердца Бога, а не от сердца Павла, Пола. Реально? Итак, у нас есть буква И английская. И там 27-й у нас пропуск. Пророчества должны быть оценены и взвешены. Еще раз смотрим Писание. Первое Коринфянам 14-29. И пророки пусть говорят двое или трое. А прочие, пусть у нас написано в русском переводе, рассуждают. А в английском это оценивают или взвешивают. Контекст этого стиха говорит о том, что это собрание верующих, собранных вместе. Примерно как домашняя группа. И в этом служении, в собрании, у нас есть часть молитвы, поклонения. Есть какая-то часть учения. И потом кто-то получает откровение. Оно сходит на кого-то. И человек может встать и высвободить Слово. А потом Писание, согласно Писанию, говорит, что кто-то другой может получить откровение. И говорит, можно сказать первому, садись. Твое закончилось, сейчас моя часть. Хватит просто говорить. Это уже все, не Бог, не надо проповедовать. Ну, это вообще шутка. Я думал, что я рассмешу вас с этим. Если откровение приходит на другого, первый человек присаживается, второй человек встает, и высвобождает тоже пророческое понимание. И в этом контексте Писание говорит, что все собравшиеся пусть, ну, не осуждают в смысле осуждения, а оценивают и взвешивают это Слово. И вы должны размышлять, это звучит, как будто это Бог говорит? И другой говорит, да, мне кажется, это звучит, как будто это от Бога. Это соответствует Писанию? Да, это соответствует, как будто по Писанию. Это звучит, как будто это Дух говорит? Да, это как голос Духа говорящего. Согласуется ли это с тем, что вот брат такой-то говорил на прошлой неделе делился? Да, это откликается. Это вызывает свидетельство в вашем Духе? Откликается? Да, откликается. Или это может идти в другом направлении. Нет, мне кажется, что есть место Писания, которое прямо противоречит тому, что ты только что сказал. Слушай, какая-то тяжесть я чувствую в моем Духе по поводу того, что ты сказал. Оно вот не соответствует, как будто это из сердца Отца сказано. Прости, но мне кажется, это не может быть словом от Господа. Мы любим тебя. Ты наш брат. Мы все учимся. Но мы просто не думаем, что это было от Бога. Что ты себе думаешь, что это было не от Бога? У меня есть дар пророчества. Я был послан сюда говорить слово от Господа. Вы просто твердолобые. У вас нет ушей, чтобы слышать, а у меня есть. Бывает? И у кого проблемы? У человека, который самопровозгласил себя таковым и думает, что он может слышать от Бога. И тогда они думают, что они превозносятся над всеми другими. И они даже думают, что они выше, чем Богом поставленные лидеры. Кто хочет вырасти и быть таким человеком? Кто-то хочет? Слава Богу, никто не хочет быть подобным. Оставайтесь смиренными. Оставайтесь слышащими. Оставайтесь в общении. Служите в любви, в мягкости. И позвольте каждому своему слову быть взвешенным и оцененным. Особенно, когда мы молоды в служении и обучаемся. Может быть, придет в жизни каждого из вас времена, когда ваши духовные лидеры могут сказать вам, я искренне верю, что ты двигаешься в настоящем даре правительства. Я могу доказать это тем даром, вот то, как ты оперируешь, то, как ты двигаешься. Ты слышишь от Бога точно. У тебя правильное отношение. Ты делишься словом от сердца Отца. Ты ободряешь этим словом. Я доверяю тебе. И только тогда у нас в этом даре появляется большая власть. Правильно? И только в таком случае мы остаемся защищенные. Аминь. Аминь. Okay. And so, here's some of the things that we ask. Есть некоторые вещи, которые мы задаемся вопросами. Is the word in conformity with the spirit of prophecy? Where is? Okay. Соответствует ли это духу пророчества? Does it agree with or contradict scripture? Согласовано ли это с Писанием или противоречит ему? Does it glorify God? Прославляет ли это Бога? Does it help or minister? Помогает ли ваше слово или служит ли оно кому-то? Does it exhort, edify or encourage? Увещевает ли это, наставляет или ободряет? Does it produce faith or fruit, rather? Приносит ли это веру или плод? And does it confirm or affirm what God has already been saying? Подтверждает это или утверждает то, что ранее Бог уже говорил? And I don't have it written in there, but this last phrase, does it heal or does it destroy? И следующей фразы нет в вашем конспекте, но можете записать. Исцеляет ли это или разрушает? All right. So F. Следующая буковка F. Следовательно, должно быть милостивое подчинение церковному руководству или лидерству в их оценке пророческого слова. Буква J. Там везде английский алфавит. Итак, 28-е пустое место заполняем. Пророчество может быть как отчасти, так и частичным. Во-первых, пророчество всего лишь один из многих даров. Это не единственный дар. И церковь, община функционирует во многих дарах, а не только в даре пророчества. И я, если у меня есть это дарование, я только маленькая часть большого пророческого служения. И я не получаю все откровения. Хорошо? Я всего лишь часть. Поэтому иногда мы посылаем пророческие команды. И мы посылаем людей обычно по двое или по трое. Потому что ты можешь быть, конечно, самым лучшим из того, что ты можешь себя представлять. Но твой брат или сестра могут услышать то, что ты не услышал. Это хорошо? Да, это очень хорошо. Потому что я не продвигаю себя и свой дар. Я пытаюсь послужить кому-то. И мне не нужно иметь и знать всю истину. Мой брат или сестра может иметь большее откровение. Потому что я всего лишь часть. И я часть целого. Да? И в теле больше костей, чем одна. И в теле больше частей, чем одна. Правда? У нас голова. У нас уши, глаза. Носик. Пальчик. Ручка. Ладошка и ручка. И подмышка там тоже у всех есть. Нам нужна подмышка, правда? Если бы у нас не было подмышек, мы бы вот так ходили. Американский юмор. Окей. All right. Once again. Снова. Prophecy is never to be equated with Scripture. Повторяемся о том, что пророчество никогда не нужно приравнивать к Писанию. In other words, your prophetic word does not need to be written into Scripture. Это пустота номер 29. Записываем к Писанию, не приравниваем. То есть мы не берем свое откровение и не дописываем новую главу в Библии. It is not Scripture. Это не Писание. Prophecy is never to be used to establish doctrine. Пророчество никогда не должно использоваться, чтобы устанавливать доктрины. You know, we've always believed that the doctrine of salvation has to do with justification by faith in Christ alone. Все мы знаем, да, что доктрина о спасении включает в себя о том, что мы спасаемся через кровь Христа по вере. But prophet so-and-so said, но пророк такой-то и такой-то говорит, if we didn't love people, we wouldn't go to heaven. So do we establish a new doctrine of salvation because prophet so-and-so added something to it? Поэтому мы что, установим новую доктрину спасения, потому что какой-то пророк высвободил такое слово? No. Are we not communicating? No, communicating. Are we understanding what I'm saying? Are we understanding what I'm saying? Yes. Okay, good. Yeah. But there are people in the church today who will do that. Но, к сожалению, существуют люди сегодня в церквях, которые так делают. Because we have some powerful men and women's voices in the body. This person can do no wrong. And they have prophesied such and such. And so it must be true. And so we just add it to Scripture. No. нельзя так делать. Нельзя. Don't ever do that. Никогда так не делайте. See, that's why we have men or women who move into error. 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 Who move into error. Поэтому у нас есть мужчины и женщины, которые движутся в неправильном направлении. И, к сожалению, люди следуют за ними. You understand? Вы понимаете? Yeah. Yeah. Prophecy is never to be used to establish doctrine. Пророчество никогда не должно быть использовано, чтобы утвердить новую доктрину. Следующая буква. Prophecy is never to be used to control or manipulate people. Пророчество никогда нельзя использовать, чтобы контролировать людей или манипулировать ими. 31-я пустота. Контролировать. Никогда. Никогда так не используется пророчество. I mean, God doesn't even control us. Послушайте, Бог даже вас, нас, не контролирует. He guides us. Он направляет нас. He leads us. Он ведет нас. Но мы сами по себе делаем свои решения и принимаем, делаем выводы, выборы. Поэтому мы никогда не пророчествуем, чтобы кем-то проконтролировать кого-то или чтобы проманипулировать ими. Ну, многие могут сказать, ну, я так никогда бы не поступил. Это то, как я думал тоже. Пока однажды в своей церкви в одно воскресное утро. Мы дошли до времени, когда мы высвобождаем пророческие откровения. И была молодая девушка, которая сидела в самом конце общины церкви. и я понимал внутри себя, что она реально идет куда-то неправильно направляется. У нее неправильные мысли, идеи. Она была на грани принятия неправильных решений. и когда я стоял, увидел ее в то время, когда я пророчествовал. И что-то во мне прям поднялось. И такое желание исправить ее. Она не слушала других консультантов или консультирующих. И она была на грани того, чтобы сделать, совершить ошибку огромную, которая принесла бы вред всей ее семье. А в то время, как раз в служении, было такое реально пророческое течение. Вот мы все двигались. Это было одно из таких состояний, когда вы могли физически просто почувствовать присутствие Божье. Вы понимаете, как будто вы все могли бы прочувствовать и захватить. И я подумал, ну это точно она нуждается в этом. И вот это сильнейшее присутствие Божье. пророческое пророческое в ее жизнь, которое принесет исправление. И я был вот настолько близок, чтобы высвободить его. А потом я подумал, нет, это неправильно. ты не будешь использовать пророчество, чтобы контролировать кого-то или манипулировать кем-то. Даже несмотря на то, что то, что я хотел сказать ей было правильным, это не было бы пророческим словом от Бога через меня для нее. Понимаете разницу? Никогда, никогда, никогда не используйте пророчество, чтобы манипулировать кем-то или контролировать кого-то. Хорошо? Окей. Пророчество никогда нельзя использовать для личной выгоды. Что я под этим подразумеваю или цели? Никогда не используйте пророчество, чтобы впечатлить кого-то. Никогда не используйте пророчество, чтобы кого-то сделать своим другом. Другими словами, никогда не пророчествуйте все хорошее тем людям, которые вам нравятся, чтобы они в ответ полюбили вас. И никогда не говорите сплошные плохие вещи людям, которые вам не нравятся. Личная выгода. Я путешествую по всему миру. Я служу в разных разных местах и на разные темы учу. Но бывают времена, а вообще, честно сказать, часто я служу пророчески. люди. И когда я служу, мое служение пророческое является благословением для кого-то. И в ответ многие хотят благословить меня финансово. я не говорю о простом сборе, который делается в церквях и общинах. Я говорю о том, что лично кто-то говорит спасибо за то, что вы так лично мне послужили. Я хочу благословить вас и ваше служение. Благослови мое служение. Давай благословим мое служение. Гривны где твои? Нет ничего неправильного в принятии даров, но есть неправильно для меня искать богатеньких людей в группе и служить им только или таким образом ну вот я их благословлю и буду ожидать, что они меня благословят. Хорошо? Поэтому мы не используем пророческое служение для личной выгоды и целей. это будет непонимание дара. Итак, виды пророческого служения. Мы разделили пророческое служение на таких четыре подвида. первое слово говорит о том, что само слово, само Писание является безошибочным пророческим словом. Да? И у нас есть место Писания, написанное для вас, безусловное пророческое слово это Священное Писание. И мы знаем, что это книги Ветхого Завета и Нового Завета. Это то, что Бог говорил на протяжении четырех тысяч лет истории. Эти слова были записаны мужами и женщинами, которые услышали и приняли от Господа. И мы называем это безусловным пророческим словом. Оно непоколебимо. Это Слово Божье. Да? И Писание является письменной записью того, что Бог открыл. Писание является письменной записью того, что Бог открыл. Наша Библия является записанным. Наша Стрима номер три Откровением тем, что Бог открыл. Цифра три это вдохновенные слова Бога. Тридцать третье слово вдохновенные слова Бога. Цифра четыре и пустота номер тридцать четыре они имеют завершенную форму и ничего нельзя к ним добавить и ничего убрать. Номер пять и мы снова повторим, потому что это важно, чтобы мы знали, пророческое служение сегодня никогда не рассматривается как Писание. Номер шесть, все пророческие слова должны соизмеряться со словом Писания и седьмое откровение от Бога никогда не противоречит Писанию. Итак, Писание искреннее настоящее безусловное слово Божье Буква Б Дух пророчества является просто пророчеством не рассматривается как Писание как истинное Писание цифра тридцать пять истинное пророчество Итак, переходим ко второму разделу пророческого служения или виду пророческого служения это Дух пророчества является просто пророчеством у вас это записано Мы помним место Писания где говорится что все верующие могут пророчествовать но не все являются пророками и следующее мы даем определение пророчеству Дух пророчества это помазанное присутствие Духа Святого которое позволяет любому верующему говорить слово откровения от Бога в любой момент Позвольте я вам объясню своими словами что есть Дух пророчества Например я собираюсь сделать пророческое служение и хочу вот всех выстроить сюда в линию и я говорю над первым я так далеко не уйду и говорю вот я верю что Бог говорит вот так я верю это слышу вот это вижу это второму третьему и вдруг внезапно я дошел до четвертого и нет у меня ни мысли какой-то четкой непонимания потому что дух пророческий он движется в комнате и сейчас вот он просто течет и вот оно просто стекает и стекает а люди которые сидят в общине могут увидеть разницу и почувствовать разницу чтобы было какой-то поворот в духе и слово которое я дальше говорю оно как будто немножечко сильнее то которое я просто давал а это течение я просто теку позвольте я вам еще по-другому объясню община собралась вместе и поклоняется и кто-то высвободил пророческое слово от Господа и вдруг внезапно кто-то еще некоторые люди начинают принимать слово от Бога такое ощущение как будто кто-то включил им уши и тогда легче становится почему потому что дух пророческий он просто покрыт в комнате он движется сейчас в зале и в принципе он может высвободить пророческое слово любому кто в этот момент готов слышать у нас бывают времена в моей церкви когда мы чувствуем что дух пророческий в комнате находится и иногда самые неприятнейшие люди я не шучу иногда бывает что самые неприятнейшие люди начинают выходить вперед чтобы высвобождать слово и я вижу что в тот момент они ведомы духом Божьим дух на них и они выходят вперед и они говорят мне то слово которое они верят что получают от Бога и я говорю вау это точно слово от Бога и я позволяю им делиться почему потому что в этот момент дух пророческий он просто движется в аудитории и готов говорить любому у кого есть духовные уши открытые чтобы слышать и дайте я вам покажу в писании как это работает чаще всего это временно потому что мы не знаем когда он приходит и когда уходит дух веет да вы же имеете служения на которых чувствуется больше присутствие Божие а на других меньше правда и часто мы говорим мама пастор сегодня нас ввел а сегодня не ввел нас присутствие мы хотим на следующем служении такой же уровень помазания присутствия Божия как вот было сегодня у нас сегодня было мощное движение Бога а на следующем служении Божий Дух Святой ну приди пожалуйста и бывает что мы просто ну не сумасшествие а отчаяние неприятно то что то что мы делаем правильно на этой неделе неправильно на следующей неделе и не связано это с тем что вы сделали что-то правильно или нет просто так Дух Святой движется поэтому иногда бывают дни когда есть большее помазание иногда не бывает так Б Б это у нас 37 в большинстве случаев многие будут пророчествовать когда Дух будет присутствовать другими словами многие потому что многие здесь и вот Дух пророческий тоже здесь многие могут пророчествовать давайте обратимся к Первому Царств 10 главе с 9 по 11 стихи как скоро Саул обратился что пяти от Самуила Бог дал ему иное сердце и сбылись все те знамения в тот же день когда они пришли к холму вот встретился сон пророков и сошел на него Дух Божий и он пророчествовал он пророчествовал среди них и мы говорим о Сауле Саул был пророком? Нет Саул не пророк но он пришел в ту область тот регион где был высвобожден Дух пророческий и и когда он пришел под него под действие этого Духа он смог пророчествовать понимаете? такое может случаться когда есть Дух пророческий в помещении то любой может пророчествовать и следующий отдел он называется Дар Пророчества Дар Пророчества буква С один из духовных даров Где моя пейда 18? Может там? Да Ты украла мою страничку? Ветер подул Это Дух пророческий перенес страничку Некоторым людям был дан дар пророческий как их основной дар Look at the scripture passage 1 Коринфянам 12 7 11 стих Но каждому дается проявление Духа на пользу Другими словами каждому дан дар Но дар это дан для того чтобы служить благом для всех Это то, что сказано здесь в первом предложении Почему у нас есть духовные дары? Для блага нашей церкви и общины для блага целого они для блага части меняют как части Одним дается духом слово мудрости другому слово знания тем же духом иному вера иному дары исцелений иному чудотворению иному пророчества другому развлечению духов разные языки а другому истолкование языков Это то, что говорит Писание Да? Все сие это дар И это основной дар может быть человеке Но посмотрим на цифру 3 Не всякий верующий имеет дар пророчества Пустота номер 39 это дар пророчества Смотрите что Павел говорит в 1 Коринфянам 12 29 Он задается вопросами Все ли апостолы? Ответ какой? Нет Все ли пророки? Ответ нет Все ли учители? Ответ нет Все ли чудотворцы? Нет Не все из нас имеют дар пророчества Но мы все можем пророчествовать Разницу понимаете? Пророчество может быть не является моим основным даром в котором я функционирую Но могут быть времена когда я могу получить что-то от Бога пророческое откровение и поделиться с людьми А человек с даром пророческим они видят и слышат постоянно Они только входят в помещение И Дух показывает им просто И Он просто направляет их к людям И они слышат сразу же Они видят мгновенно У них дар Это духовный дар И когда вы возрастаете и ходите в Духе Он для вас становится естественным Он естественно проявляется И у некоторых людей есть этот дар Но даже если у вас есть такой дар все равно необходимо обучаться возрастать в этом даре становиться зрелым в этом даре Вам нужно консультирование и мудрость для этого Понимаете? Потому что даже если вы имеете дар пророчества и даже несмотря на то что мы все можем пророчествовать в разные времена мы все равно все не пророки Потому что это четвертая отдел пророческого служения Левит Бог поднимает своих пророков в Новозаветней Церкви Мы называем это служение пророка И это один из пятигранных даров служения которые описаны в Ефесянам 4 главе И согласно Ефесянам 4.11 Номер 2 мы смотрим их функция заключается в том чтобы 41-я пустота снарядить и подготовить Божий народ на дело служения Это то что Писание говорит Разве это не удивительно? 40-я регулярно люди с даром пророчества получают пророчества Мы говорим о том что их функция заключается снаряжать и поднимать народ Божий на дело служения Это их основная задача Я думал это надо взять и провозгласить себя пророком для нации Я думал это свою фотографию поместить на открытку и рассылать всем Я думал это взять твой твиттер-адрес и высвобождать тебе каждый день пророческое слово но это но это не то что говорит Писание Ефесянам 4 глава 11 стих полное пятигранное служение апостолы пророки евангелисты пастыря и учителя они даны не сделать себя или кого-то известным популярным но эти дары были помещены в церковь или в общину с целью снаряжать и подготавливать людей давайте представим что мы все сидящие поместная одна община или церковь и давайте допустим что у меня есть служение пророка какая моя самая главная функция делать то что я делаю прямо сейчас обучаю вас снаряжаю вас помогаю вам понять что такое пророческое служение помогаю тем у кого есть дар пророческий научиться двигаться в нем помогаю каждому из вас осознать что если вы верующий что в любое время двигающийся духа вы можете пророчествовать тренирую вас как вы это можете слышать и как это делать вот это главная и основная функция служения пророка пятигранного служения пророка посаженного в церкви из-за этого скорее всего у такого человека будут общения с разными церквями и общинами но из-за того что у кого-то есть вот это служение пророка не делают этого человека пророком во все народы и пророком ко всем людям если бы Валентин Романович не знал меня и я бы пришел к нему и сказал Бог прислал меня сюда как пророка потому что я есть пророк у меня есть служение титул пророка он бы мог сказать толпой далеко я тебя вообще не знаю слышите почему так можно потому что в новозаветной церкви мы функционируем как тело да кто рука которую я имею в своем теле чья это рука моя правда она моя не выглядел ли я бы странным если бы я отрубил себе руку и попросил бы у сестрички ее ее рука принадлежит вообще мне если бы я животик свой отрезал и поменялся бы с ней чтобы она была полненькой а я такой стройненький так не работает Бог совмещает сам составляет тела и мы находимся тогда в правильных взаимоотношениях и все мои составляющие части работают во взаимоотношениях друг с другом у меня есть друг некоторые из вас знают его его зовут пастор Олен Гриффин знакомый человек один день много лет назад когда еще в Грэн-Прэриях была старая церковь Шэдди Гроу где он был пастырем служение заканчивалось люди просто общались друг с другом и один старейшина увидел что странная личность зашла с задней двери в здание и он начал с кем-то разговаривать этот странный человек из членов церкви что сделал старейшина он пошел в конец зала спросить кто это вообще такой и человек ответил я пророк Божий посланный в этот дом и естественно он уже был в процессе делания того что обычно такие люди делают он уже в конце зала обвинял и корректировал группу людей и старейшина сказал пошли-пошли я хочу чтобы ты пастыря нашего увидел и он привел этого человека к пастыря Олену и он говорит пастырь Олен вот посмотри этот человек хочет встретиться с тобой и человек повторил я пророк Божий посланный в этот дом а пастырь Олен посмотрел на него он уже почувствовал все в своем духе неправильный дух и неправильное отношение он говорит а можно я задам тебе вопрос я пастырь и человек говорит ну да ты походу пастырь этой церкви я твой пастырь не мой и тогда пастырь Олен сказал он говорит может быть ты и пророк но ты не мой пророк поэтому оставь это помещение поняли ты пошутил что ты не понял на перемене подойди есть служение пророка но пророк точно так же как и апостол точно так же как и евангелист точно так же как и пастырский дар так же как и учительский дар в поместной церкви они в церкви они не снаружи церкви они имеют взаимоотношения в церкви и они могут иметь это служение пророка потому что церковь сказала да, ты пророк мы подтверждаем потому что лидерство в церкви или в общине распознала и сказала да, мы подтверждаем ты пророк мы живем с вами во времена когда слишком много людей сами себя возносят и поставляют на места и называют я пророк я апостол и у нас к сожалению существуют такие одинокие рейнджеры одинокие пророки блуждающие по церквям не ходят ни под чьим покровом ни под чьей властью не имея правильных взаимоотношений ни с какой церковью ни с какой христианской группой и это противоречит тому что учит Писание хорошо девушка вам нравится листики тырить мы шутим шутим 20 ok alright so number six итак мы проходимся и просто перечисляем все эти номера мы дошли до шестого и тут пустота номер сорок два служение пророка характеризуется ясностью четкостью частотой и способностью говорить о будущем о будущих событиях до шестого Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова